Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Анна Заварзина, я являюсь руководителем школы английского языка в Москве для детей, а также teacher-trainer. Мы с вами продолжаем обозревать различные учебники, которые можно использовать на своих занятиях, обучая детей английскому языку, и сегодня мы возьмем Power Up. Смотрите это видео до конца, как всегда, в конце вас ждет подарок. Я на самом деле в диком восторге от учебника, в этом году мы будем его использовать впервые, мы впервые вводим эту линейку. Мы уже пробовали в различной линейке, это Kidsbox, которая является нашей основной линейкой, также Family and Friends, Supermind, Academy Stars. И в этом году я решила также включить Power Up в нашу программу и сделать эту линейку основной, потому что я уже говорила в обзоре про Kidsbox, можете посмотреть этот обзор, если не видели. Что Kidsbox хорош до определенного уровня потом, как мне кажется, он очень простой. На Supermind у меня тоже есть обзор, можете посмотреть. Там я тоже делилась своим мнением по этому учебнику, а также наши дети остались не в восторге, в первую очередь от страшных картинок там. Power Up немножко другой, и как раз мы сегодня с вами посмотрим, что он из себя представляет и почему он мне так понравился. Хочу сразу заметить, что Power Up, первая часть, это для ненулевых детей. То есть, если мы откроем с вами первый юнит, мы можем увидеть, что дети уже учатся читать. А мы с вами уже знаем, что мы не начинаем с чтения, да, неважно, что если детям уже по 7-8 лет, все равно мы вводим чтение постепенно, но не прям сразу. А здесь, получается, с первых страниц у нас идет диалог, который дети должны прочитать. Конечно, это можно адаптировать, да, пока что просто слушать, тем не менее, будет тяжеловато детям, потому что в рабочей тетради тоже уже нужно будет выполнять задания, где нужно писать. Поэтому мы этот учебник даем, если мы говорим про первую часть, только детям, которые у нас уже занимались и знают, да, определенный запас лексики и уже потихонечку даже начинали читать. Давайте посмотрим, из чего состоит сам учебник. Возьмем первую часть. Сначала у нас, естественно, hello, там, знакомство с героями и прочее. И традиционно, как и в каждой первой части учебника любой линейки, у нас идет первая тема, это school, где мы проходим различную мебель, да, различные предметы, которые вот у нас прямо вокруг в классе, и мы можем сразу это использовать. Тут, в принципе, то же самое, хочу сразу заметить, что слов здесь больше, чем в китсбоксе, например, том же, то есть если в китсбоксе обычно дается по 6, максимум 8 слов, то здесь, обратите внимание, уже на первой странице слов 10, мне кажется, и сразу же даются различные диалоги, сразу же дается и грамматика, все очень быстро развивается. Давайте еще откроем второй юнит, чтобы посмотреть получше. У нас каждый юнит начинается с того, что есть такая вот обложка, где, в принципе, указано, что мы будем делать. Учебник, как и любой, в общем-то, детский учебник, построен по методике PPP, то есть мы начинаем с презентации лексики. И вот у нас тема семья, тоже классическая тема для первого уровня. Дальше идет сразу диалог, да, сразу идет комикс. В китсбоксе у нас, если вы помните, комиксы идут в самом конце юнита, что, в принципе, мне казалось даже интереснее, потому что уже дети отточили всю лексику за юниты, и в конце мы можем просматривать видео, да, обыгрывать диалоги, когда дети уже хорошо владеют лексикой. Здесь же, получается, у нас слишком мало времени для отработки, то есть нам придется включать, понятно, различные игры, да, карточки и прочее, и сразу же идет история урока. Потом идет грамматика и еще и песня в каждом юните, в которой тоже включены еще новые слова. Мы готовили карточки по PowerUp, и там огромное количество карточек, намного больше, чем в любом другом пособии, как мне показалось, потому что у нас получилось прям очень много. Порядка ста слов вот на первый только уровень. Так что в песне мы тоже проходим различные слова, да, и тоже нам нужно учиться их писать. Что мне особенно понравилось в этом учебнике, это то, что в каждый юнит включена также практика для подготовки к кембриджским экзаменам. Первая ступень кембриджских экзаменов это YLE Starters, и, соответственно, у нас есть задания похожие, да, то есть где нарисована такая monkey, это у нас тренировка к кембриджским экзаменам. Как и в любом кембриджском учебнике, у нас включены дополнительные разделы по CLIL и достаточно много чтения. Это второй юнит, первый уровень учебника, и посмотрите, какой уже большой текст для детей. Реально очень большой, поэтому это точно не для первого года изучения английского языка. Далее у нас идет подготовка к экзаменам monkey, и задания похожи на те, что будут в экзамене кембриджском. И обратите внимание, что у них есть после каждого юнита такой My Mission Diary, то есть у них еще дополнительные задания для того, чтобы создавать некий журнальчик, да, книжку о себе. Давайте еще заглянем в Activity Book, чтобы у вас было также понимание, из чего состоят задания для Activity Book. Как я уже сказала, да, прям с первого раздела, с первого урока дети должны уже уметь читать, соответственно, у нас цвета, которые им нужно уметь распознавать. Далее цифры, то есть видите, уже правописание цифр сюда входит, что далеко не просто. Цифры писать очень тяжело, и многие дети долгое время не умеют правильно писать цифры. И давайте посмотрим, в принципе, из чего состоит у нас первый юнит. Мы можем обратить внимание, что очень много всего на чтение. Выбор имен, правильные уже preposition of place поставить, правильные слова вписать и прочее. То есть очень много уже чтения, и еще раз повторюсь, это не первый год изучения английского языка. Давайте также посмотрим, из чего состоит вообще первая часть, какие у нас есть темы. Это темы, конечно же, school, потом family, animals, food and drink, да, и также вы можете обратить внимание, какая здесь грамматика дается. То есть у нас еще дополнительные темы, да, и все, что с house, clothes и at the beach. Каждый юнит, по сути, наполнен еще дополнительной лексикой. То есть не только лексика, какая-то конкретная, да, одежда и только одежда. Она совмещена у нас с пляжем. С одной стороны, это здорово, потому что мы можем две темы сразу объединять и помогать детям более полными предложениями говорить. С другой стороны, опять-таки, это для таких достаточно продвинутых детей, которые готовы уже воспринимать так много лексики, и они должны к этому моменту уже знать большую часть этой лексики и учиться ее правильно читать. По традиции в саму линейку входит не только учебник и activity book. Конечно же, там есть teacher's book, есть аудио как для activity book, так и для pupils book. Тесты, флеш-карточки, а также буклет для дополнительной отработки. Почему же мне так понравилась эта линейка? Она не простая, она более сложная, чем китсбокс, и мы не отказываемся от китсбокса. Мы его будем давать только на первых уровнях, первый и второй уровень китсбокса. А дальше мы будем переходить уже на линейку power up, которая более сложная, и включать в себя уже подготовку к кембриджским экзаменам и больше чтения, чего не хватало в китсбоксе. Что мне понравилось в этом учебнике? Во-первых, рисовка. Вы уже видели, я показала вам юниты. Это очень приятная рисовка. Чем-то она схожа с китсбоксом, и это очень здорово. То есть мне прям очень нравится тот формат, как это все нарисовано. Еще один плюс – это то, что Activity Book тоже в формате книги. То есть посмотрите, тоже все разноцветное. Выполнять такие задания детям интереснее, потому что все равно этот учебник рассчитан на детей небольшого возраста. Детям будет, конечно же, поинтереснее то, что здесь все разноцветное. В отличие от других учебников, где Activity Book черно-белое. Есть вот такие дополнительные буклеты. Если вы хотите дать дополнительную отработку, то тоже они такие разноцветные, красивые. Можно давать как дополнительную такую работу. Также здесь прикольно, что есть Picture Dictionary. То есть все слова у них есть в картинках. И они могут всегда найти, заглянуть и проверить, какие слова не знают, какие не знают. То есть и учителю очень удобно это использовать, чтобы дети сами находили слова, если они чего-то не помнят. А также детям при выполнении домашних заданий, при принципе изучении лексики, им намного удобнее, когда у них есть такой Picture Dictionary. Здесь есть дополнительное место, где дети могут еще свои создавать Picture Dictionary. То есть рисовать и подписывать слово, что тоже очень прикольно. Кроме того, есть видео к этой линейке. И видео тоже очень прикольные, очень прикольные герои. Детям очень нравятся эти герои. Даже по первому пособию у нас уже детки начали проходить героев, которые есть в этой книге. Их там много, но они все животные, очень интересно нарисованные. У них забавные имена. И что больше всего мне понравилось в героях книги, это то, что каждый герой книги, да, это животные. Ну там есть люди, но есть еще и животные в первой части, по крайней мере. Их имена начинаются с той же буквы, что и название этого животного. То есть, например, смотрите, у нас есть Henrietta, это hen, да, то есть hen, Henrietta. Таким образом дети дополнительно будут узнавать, как называется это животное, и легче запоминать имя, зная, что оно начинается, ну, либо с той же буквы, либо даже вот полностью номинование животного включено в имя. Дальше, rooster, да, у нас Rocky, то есть вот это R, тоже начинается так же имя. Cameron, cat, тоже начало совпадает с животным. Harry, horse, тоже с H. Gracie, goat, G. Shelly, sheep. Да, здесь очень интересно, что они взяли не просто S, то, что с S, а именно звук, да, начинается Ш. Мне кажется, это отличная идея, это поможет детям и узнать новых животных, а также лучше запомнить имена, и это подготовит их в том числе к чтению, то есть они будут все чаще встречать вот эти сочетания. Так что очень рекомендую эту линейку, посмотрите, обязательно изучите, подберите под ваши группы, под ваши уровни. Уровни не совпадают с Kidsbox, да, Kidsbox идет медленнее. Я бы сказала, что уровни в PowerUp больше совпадают с SuperMinds, то есть если вы учились по SuperMinds 3, то это равнозначно PowerUp 3, то есть в целом они схожи. PowerUp 1 это уже по сути как Kidsbox 2, и оно готовит к экзамену starters, а вот PowerUp 2 это уже movers, да, если в Kidsbox было что, что Kidsbox 1, Kidsbox 2 это подготовка к первой ступени экзаменов, starters, а потом третий, четвертый это вторая, movers, то здесь первый учебник уже полностью охватывает starters, то есть вам нужно было до этого другое пособие какое-то использовать, либо другую программу, а второй и третий это же movers, так что учебники значительно сложнее, чем Kidsbox, и здесь нужно уже смотреть по группе, насколько они подтянут этот учебник. Ну и подарок. Подарок я сегодня дарю карточке к учебнику PowerUp 1, сами карточки, которые идут к учебнику, там идет картинка, и снизу небольшая подпись, кто это. Мы же сделали карточки, где картинка и отдельно подпись, кто это и что это, да, за слово, то есть отдельно картинка book, и отдельно слово book, то есть таким образом можно использовать эти карточки больше для игр, для отработки чтения, составления предложений и так далее. Так что эти карточки будут очень полезны на уроках, если вы занимаетесь или планируете заниматься по PowerUp 1. А также не только PowerUp 1, потому что лексика совпадает, в принципе, и с Kidsbox, и с SuperMinds, да, вот этих первых уровней, так что не только PowerUp 1 можно использовать и для любых других учебников, где схожая лексика. А на первых уровнях она всегда одинаковая, по сути. Что нужно делать, чтобы получить эти карточки? Нужно подписаться на мои соцсети, ссылки все будут в описании, написать мне кодовое слово PowerUp карточки, и я вам вышлю файл с этими карточками. Также, друзья, если вы сомневаетесь в своем уровне преподавания, если у вас сложности в планировании занятий, то записывайтесь обязательно на курс для преподавателей английского языка, которые работают с детьми от 3 до 12 лет. На курсе мы с вами проходим все аспекты преподавания, и вы будете после курса чувствовать себя уверенными и знающими, что и как нужно делать. Ссылка на курс также в описании. Ну а на сегодня все, надеюсь, что это видео было полезно для вас. Пишите, на какие пособия вы бы хотели еще увидеть обзоры. До встречи в следующем видео. Bye!